Итак, озвучены предварительные итоги выборов президента России в четырех районах Якутии, в Алаиховском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Верхнеколымском лусах республики. По данным Центра избиркома Якутии, лидируется действующий глава государства Владимир Путин. Его поддержка в среднем составляет более 70%. Обработка протоколов участковых избирательных комиссий продолжается. Предварительные итоги президентских выборов на территории республики станут известны в 3 часа ночи. Прямо сейчас на связи со студией из Центра избиркома Якутии наш корреспондент Саргулана Захарова. Она готова рассказать другие подробности президентских выборов. Саргулана, добрый вечер. Каковы точные данные предварительного голосования в ранее озвученных четырех районах Якутии? Да, Александр, как вы уже озвучили, во всех четырех районах лидирует действующий президент страны Владимир Путин. В Алаеховском он набрал 76,31% голосов избирателей. За ним идет Павел Грудинин с показаниями в 14,75%. И на третьем месте находится Владимир Жириновский с 4,63% голосов избирателей. В Верхнеколымском за Путина проголосовали 77,41%, за Грудинина 10,48% и за Жириновского 7,51%. В Средней Колыме эти показатели равны за Путина 80,20%, за Грудинина 12,47% и за Жириновского 3,39%. В Нижнеколымске за Владимира Путина проголосовали 83,89% избирателей, за Грудинина 8,32% и за Жириновского 4,49%. На данный момент обработано 26% протоколов участковых избирательных комиссий. ЦИК Якутия обновляет информацию в режиме реального времени. А есть ли свежие данные по явке избирателей? Да, но пока окончательную картину по явке в избирательные участки республики ЦИК не дает. Точные цифры будут известны только в 3 часа ночи. Но по этим четырем районам уже известны окончательные результаты. В Алаеховском проголосовали 72,82% избирателей, в Верхнеколымске 68,62%, в Среднеколымском 71,12% и в Нижнеколымском 74,52%. Такие предварительные итоги огласил ЦИК на 22 часа. Также предварительные результаты огласили и организаторы конкурса фотографий. Напомню, что якутяне имели возможность сфотографироваться на избирательном участке и выложить свои фотографии в социальные сети под хэштегом «Якутия выбирает на этот час». По их информации, в Инстаграме появилось уже больше 16 тысяч таких фотографий, а ВКонтакте больше полутора тысяч. А я напомню, что окончательные итоги подведут только 20 марта. И до того времени якутяне еще могут продолжить выкладывать свои фотографии под специальным хэштегом в социальные сети. Александр? Да, спасибо, Саргулана. Я напомню, что из Центра избиркома Якутии на прямой связи с нашей студией был наш корреспондент Саргулана Захарова.